Умным многому сумеет научиться врага. Приятеля Даши, в очередное видео из цикла «Моя Робословна» сегодня я рассказываю об сыне моей прабабушке, какого Дмитрия Игнатьевича. У меня есть выписка из архива за 13-й год, вот она, где сказано, что из митрической книги «Регистрация актов о рождении, и богосочетании смерти Детловской церкви за 1913 год». Актовая запись номер 63. Рожден 11 сентября 2013 года и крещен 14 сентября 2013 года. Дать названную по старому календарю. Имя Дмитрия родителей Силашева, Пулинского, крестьянина Игнатия Стефановича Полякова и законно его жена Агафья Ниссиновна о православном вереосповедании. Поляков Дмитрий участвовал в Великой Отечественной войне. Мы знали дату рождения родича, но я запросила из архива справку прямо с печатью, потому что я планировала выяснить его через архивы военкомата по месту призыва, но такие архивы неохотно отвечают на подобные запросы. Поэтому мне помог найти его судьбу-судьбинушку. Сайт-мемориал, ссылку я на него оставлю под видео, через который я выяснила, что он призывался, был призван 27 мая 1941 года Курагинским РВК Красноярского края Курагинского района. Последнее место службы. 613 полк, 91-я дивизия, воинское звание ледовой, причина выбытия, пропал без ости, скорее всего погиб. Дата выбытия декабря 1941 года. Так, я вот поискала информацию о боях, в которых он принимал участие в бои последнего. Вот что я нашла. 613 полком командовал Трофим Исаакович Скорик. Значит, Боевой путь полка боролся практически в первом сражении в Смоленской области. Как считают исследователи и поисковики, первый же его бой у станции Дурова оказался последним. Они попали в окружение противника и погибли. Практически все до одного. Для первых месяцев войны такая нелеткость. Уцелили немногие. И то, потому что были очень тяжело ранены. И полк расформирован в декабре 1941 года, как в погибших боях. После этого в официальном строчке есть такие слова. Видимо, погибли в сложной боевой обстановке. В 9 томе Красноярской книги «Никто не забыть, ничего не забыто». Есть об этом упоминание. Нужно эту книгу добыть, кстати. Сторожил тех мест, где предположительно все погибли, рассказывали, что река Вопь была красная от крови. Силы были слишком неравны. Обещанное подкрепление не подоспел. В 613-ю стрелковую дивизию обслуживал 142-й Медсанбат. Но и документов Медсанбата тоже не сохранилось, увы. Вот так вот. Вот что я хотела рассказать о своем предке. Вот такая нелегкая судьба. В марте 1910-го года его семья была раскулачена и сослана. Вместе с ним самим, разумеется. В 1941-м его признали, призвали. в том же 1941-м он погиб. Царствие Небесное, извините своих предков и память о них. Пока.